Продолжение следует... Но почитаем про санкции. Обложили. Нас враг обложил и победу уж празднует. Секунду. Четвертая книга царств. Шестая глава. Замечайте, находите, читайте. Описывает, как город, в котором находился пророк Божий Елисей во время войны царя сирийского с царем израильским был окружен врагами. И послали туда коней, колесничников, много войск и пришли по ночью, окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? И сказал он, не бойся. Тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. Запоминаю. Точно это полностью России относится. И молился Елисей и говорил, господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. Я сегодня молюсь, и вчера молился. Господи, открой глаза всем, чтобы они видели, что происходит. Это же не война за рынки сбыта, как американцы воюют. Это же война за будущее мира, против вавилонской блудницы. Открой ему глаза, чтобы он видел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. То есть тех, которых с нами, больше, чем те, которые с ними. Наша молитва Архангелу Михаилу после Иисуса Христа и Богоматери. И Георгию Великомученику. Потому что они с нами, и их больше, чем те, которые против нас. А дальше еще интереснее, это тоже наше сегодняшнее время. Хотя написано очень давно. Ослепил Елисей пророк молитвой своей. Не только открыл одному глаза, он еще другим закрыл. Поразил слепотою войско сирийское. И привел их, как детей на веревочке. Как животных, связанных пастухом. Привел их в самое сердце еврейских городов. И открыл тогда уже Господь глаза их. Как Он открывает сегодня глаза пленным. Пленным из тербатов, нацбатов. Пленным из ВСУ. Плен сбитым летчикам. Которые говорят, да я не знал. Да слушайте. Да я думал, что меня сейчас будут резать ломтями и солить. А меня кормят и лечат. Они не знали, что мы люди. Они думали, что, значит, как эта гебельсовская пропаганда. И внушила, что мы не люди. И вот одним ослепляются очи. Другим открываются. И когда они ослепли, потом прозрели. Уже в середине окружающего их израильского войска. И, конечно, ждали, что их сейчас будут резать ломтями. Солить при этом. И петь какие-нибудь еще веселые песни. Как это делают, в принципе, те. Давно еще. Делают со времен Майдана. Так вот, что было по-настоящему. Увидел царь израильский и сказал Елисею. Не избит ли их, отец мой? Ну, куча пленных, как бы, да? И отвечает ему Елисей. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил им большой обед, они ели и пили. И отпустил их, и пошли к государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израилеву. Это абсолютная картина происходящего ныне. Потому что русский солдат пленных не мучает. Он сдерживает себя. Он просто человек. Он хотел бы, конечно, привести в действие законы возмездия. Но он солдат. А солдат ребенка не обидит. И он сдерживает себя от мести. Он кормит пленного. Он лечит пленного. Он защищает собою иногда даже тех мирных на той стороне, которые не понимают, что происходит. И он поступает точно в духе пророка Елисея. А пророк Елисей поступал как раз в духе Христовом до Рождества Христова. То есть мы кормим пленных. Даем коридоры мирным. Мы делаем все в духе Библии. То есть война тоже прописана в Библии. И вести ее нужно по принципам Библии. Чего совсем не знают те, кто поклонились Одину и другим богам в этом пантеоне. Богам в этом скандинавском пантеоне. Те, которые набили себе на теле кучу всяких там свастик и прочего. Они этого не знают. А если бы даже знали, делать не хотят. Но мы читаем о том, что является признаком Божьего воина. Такого, как Архангел Михаил. Мирных не тронь, пленных отпусти. Дай им хлеба и воды. Пусть едят и пьют и идут к государю своему. Точно зная, что больше не пойдут они на Израиль. Ибо Израиль воюет с Богом и по-человечески. А нас обманули и толкнули в смертоубийственную и братоубийственную бойню. Это была шестая глава четвертой книги царств. Просто уверен, что миллионы людей этого совершенно не читали. А вот наступило время Библии брать. Пост святой, братья и сестры. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Немножко от этого слова мы предложили вам для изучения и запоминания. Шестая глава четвертой книги царств. «Мир вам! Бог нам прибежище и сила! Помощник в скорбях, обретших на зело! Сего ради не убоимся! В них досмущается земля или прилагаются горы в сердца морская!» Псалом 45. Время обратиться к Божьему Слову. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok